Море, красота, идем по пляжу, но куда-то делась вода, и вода ушла на метр примерно, и вот это было скрыто в воде, и это не коряки, которые просто принесло, это корни деревьев, которые здесь были когда-то, росли. То есть когда-то уровень воды был очень-очень низкий, и вот здесь еще не было соленого ничего, и здесь росли деревья, а деревья здесь росли давно. И вот здесь песка насыпало, видимо, много чего здесь не было, здесь были большие камни появились непонятно откуда, и море ушло, и появилось вот это. Это говорит о том, что когда-то уровень моря был ниже, а вся вода была наверху в виде пара. Это говорит о том, что у нас был очень теплый климат, без жестких перепадов, не было ни жары, ни холода. Такой субтропический, тропический климат с большим количеством дождей и тепла. Совершенно другой климат. А потом была ядерная зима после удара, и все выпало. И появились вот эти вот лед, Антарктида скрылась подо льдом, и уровень воды поднялся. Сейчас он будет опускаться, мне кажется. Ну вот это вот непонятное что-то сезонное, может быть вода снова придет сюда, потому что мы мало знаем, и это не отлив. Этого никогда не видел практически раньше. А сейчас вон появились белые такие вот, вот ниже. Вот мы можем видеть, примерно вот кто видит там вот эти вот белые полоса сразу над водой, а ее никогда не было. Чуть позже покажу отдельно. То есть уровень воды почему-то, вот в связи с этими землетрясениями, может быть еще чем-то, в связи с чем-то, но он упал. Общий уровень воды. И это нам подсказало кое-что, и показало кое-что. Если вот здесь вот росли деревья, то соответственно уровень воды был нам много метров ниже. Ну потому что возле соли деревья, как правило, не растут, возле соленого моря. Или моря были не солеными. Этот вопрос еще предстоит изучать. Ладно, добра соратники, до встречи.